Всем привет, друзья, с вами Пурпон, и на Даймонде есть такая категория игроков, как VIP-игроки, то есть те, кто купил VIP-ку, и мне стало интересно посмотреть, чем они занимаются на сервере, потому что с какой-то стороны, если уж мыслить такими узкими категориями, то если говорить про элиту сервера, то, наверное, это VIP-игроки, просто потому что VIP, да, сами понимаете. Поэтому, друзья, сегодня на всё посмотрим, вот два победителя, что получают по 100 рубасов, если ты хочешь так же, то просто подпишись на канал, напиши любой комментарий, поставь ролику лайк. Итоги по следующим ролике, давайте начинать! Если ты хочешь открыть свой сервер в сам, крмп, лимта, то отличным вариантом будет bighost.org, это хостинг для серверов по низким ценам, а также там есть возможность автоустановки модов популярных проектов, ссылка ждёт тебя в описании. Я не хочу палить как-то себя, поэтому мы просто будем выжидать, пока кто-нибудь что-нибудь напишет в VIP-чат, и пока никакой VIP-игрок себя не проявил, я хотел бы поговорить на одну довольно-таки важную и интересную тему, такую, как онлайн на Даймонде и открытие возможного нового сервера. Так как сейчас онлайн в пик на всех серверах составляет 6000, чтобы зайти на Эмбер, я ждал минут, наверное, 15-20, это действительно немало. Из-за этого пошли слухи, основанные на том, что Тони Барреро предположил, что, возможно, будет скоро открытие. Никакой точной информации пока что нет, ясно будет, я думаю, что я об этом сообщу, и на открытие тоже залечу. Но, я хотел бы просто выразить своё мнение, на самом деле всё довольно-таки сложно, потому что, казалось бы, сейчас открыть новый сервер не так уж и плохо, потому что сколько по времени будет карантин, никто не знает, и некоторые говорят о том, что там 12 апреля заканчивается, некоторые говорят о том, что он там может быть чуть ли не до конца учебного года. Пока что никакой информации нет, и от чего это зависит, от ситуации в мире, то есть если всё пойдёт на спад, то может быть и 12 апреля все выйдут, но лично мне так не кажется, и я думаю, что это продлится как минимум ещё на месяц. Именно из-за этого сейчас открыть новый сервер было бы довольно-таки неплохо, но здесь главный вопрос в том, что, а что случится, когда карантин закончится? Я могу понять любое решение проекта, как открыть новый сервер, так и не открывать его, потому что мы помним, что было сониксом, кварцем и радиантом. Я могу лишь предположить, основываясь на своём предчувствии или ещё чём-то. Если не будет никакой информации о том, что люди выходят с карантином в ближайшее время, то новый сервер будет открыт. К тому же там готовится новая обнова, которая может ещё завлечь игроков, и мне кажется, что условия благоприятны, но вот то, что будет дальше, я не знаю, и риск в открытии нового сервера действительно есть, потому что после он на других серверах из-за этого онлайн может просесть. А VIP-игроки как-то не особо хотят взаимодействовать друг с другом, возможно, чем-то максимально важным заняты, давайте поздороваемся с ними. Вот несколько человек ответило, да даже много. Давайте просто перейдём и посмотрим. Итак, VIP-игрок 25-й левел катает на автобусе. Это не совсем то, чего я ожидал, я не знаю, что он этим хочет и кому доказать, я могу лишь предположить. Я только начал предполагать, как он закончил это дело. Просто здесь есть водитель автобуса, и, возможно, человек хочет прокачать максимальный скилл, чтобы получить себе фуражку автобусника. Я решил не строить теории, а напрямую вот так вот здесь и спросить у него. Мы нашли подтверждение своей теории. Десятую часть накатал, то есть тысяча очков. В принципе, это неплохо, и первое наше предположение оказалось верным о человеке, поэтому ему удачи и успехов. Я не совсем знаю, что сейчас происходит, давайте посмотрим от первого лица. Так, он начинает перестреливаться с копом, но его убили. Мне даже представить себе не мог такого исхода. И вот так вот, казалось бы, ты думал, что хороший чувак на самом деле-то преступник в законе, хотя очень вежливый. Идём дальше, и следующий VIP-игрок, конечно, вот это уже больше подходит для VIP-а, да, играет в казики. Судя, десятый ранг, Министерство обороны. А не нарушает ли он ничего, играя сейчас в казино? Когда из-за коронавируса тоже отменили все работы в САМПе, здесь всё как и должно быть. VIP-игрок играет в казино, что ему ещё делать? У него сейчас есть 981 фишка, чтобы поднять, он выиграл побольше соточки. Знаете, что мне сейчас захотелось сделать? Если рассмотреть такую концепцию, что мы являемся на сервере чуть ли не богом, в плане того, что можем наблюдать за игроками и так далее. Может быть, сделать божественное вмешательство и посмотреть на исход? Ты знаете, это бог, который даёт свободу выбора человеку. То есть, он не говорит ему, что делать, а просто вот так вот немножко экспериментирует. Давайте пойдём и сыграем сейчас этим человеком в казино. Я только пришёл в казино и чел ушёл. Он снял деньги со счёта, я думал, что он все фишки слил, но нет, у него 1000 фишек, он потом немного проиграл. Пока играем на 22 фишки, и мы проиграли VIP-игроку, и наш VIP уже к минуту стоит в ФК. В общем, представим, что игрок просто не смог выдержать божественного вмешательства и заснул. Следующий VIP-игрок тоже в автобусе, но я не уверен на то, что он за рулём. Смотрите, он вышел, написал своё VIP-шное СПС. Я надеюсь, что у него есть какая-то цель, он не просто так бежит. Видимо, они договорились встретиться, потому что он пишет «Я тут». Ну и пока ему никто не отвечает, я хотел бы вам рассказать про свою группу ВКонтакте, в которой контент уже идёт около месяца. Я публикую там свои старые скриншоты. Лично для меня они максимально ностандичны, поэтому вдруг вам тоже будет интересно, и к тому же накопилась огромная куча, поэтому можете пройти и посмотреть. К тому же, там есть рассылка на видосы и стримы, чтобы их не пропустить, поэтому можете тоже подписаться. А ссылочка на группу есть в описании, можете ознакомиться. И знаете, что произошло сейчас? Его взяли и инвайтены, скорее всего, он через форум заявление подал. Но вообще странно то, что они общаются в ОС, даже он спасибо сказал не IC-персонажу, а человеку. Ну и скорее всего, сейчас он будет делать отчёт, принимать АДшки, редактировать их. И пока что меня радует, что вполне всё адекватно себе происходит и VIP. Так, чувак немножко прилёг отдохнуть, видимо, да. У него, кстати, 39-й левел. Следующий игрок Тянка, как минимум по скину, которая тоже решила присоединиться к драке двух людей в мэрии. И чтобы вы понимали, вот так вот выглядит депутация мэрии Лас-Вентураса. Не знаю, возможно, сделает какое-то замечание. Нормально, замечание сделано. Начал второй сайт. Это, возможно, какой-то флешмоб проходит. Может, как-то охранник, не знаю, на него... Да, кстати, я, правда, не увидел удару дубинкой, но вполне всё нормально. Взял в наручники и повёл. Ну и, как я понимаю, у них тут своя атмосфера. Посмотрите на этого милого котика. Я ещё ни разу не видел эту маску в игре. Просто котик, трудяга-работяга, на заводе пытается что-то делать. Правда, пока что он просто стоит и смотрит в разные стороны. Вот это уже интересно. Человек в респираторе, видимо, знает о коронавирусе и заботится о своей безопасности, да. Ходит с пистолетом. Возможно, ищет людей, которые не собирают карантин. У меня самого табличка появилась только что. Выставлено на торги. Видимо, когда он подходит к этой квартире, то нам пишется то же самое, что и ему. Это необычно, я не знал про такую функцию. Но окей. Он узнал, что здесь есть квартира по госу. И, наверное, будет стоять до нуля времени, чтобы словить её. А это разве не через мэрию будет происходить? У нас остался последний вип-игрок, который как-либо проявлял свою активность. 818-й. И он тоже находится в тюрьме. Давайте попробуем поднять немного активность в этом чате. Вроде всем нравится, как я посмотрю. Зато мы выявили ещё несколько айзишников, и наш гениальный просто план сработал. Человек работает в транспортной компании, развозит заказики. А может, он точно так же, как прошлый чувак с автобусом, прокачивает навык, чтобы получить маску Марио. Вот это я понимаю. Вот это просто действительно... Вот мне кажется, таким и должен быть вип-игрок. Сразу видно, Инфернус, да? 12-й левел, у него клёвый скин, аксессуары, наклейка сзади, то, что он в рот долбил ментов. Ну, как бы, я это, конечно, осуждаю, но это право человека. А мне интересно, за такую наклейку ему могут какой-то штраф там выписать или посадить? Вот, понимаете, у него кейсик есть, гитара за спиной, там, попугай, всё клёво. Домой приехал кому-то, вот, к некому Сонику, фаст. 3.2. А, то есть он решил дом, наверное, продать или купить. Может быть, сейчас вип-игрок научит нас торговаться. Как я понял, он хочет купить дом за 3.2, но владельца эта сумма не устраивает. Давайте посмотрим, что будет дальше. 3.2, выше не продашь. Ага. Нет? Нахер, ты тогда. Беру, беру, блин. 3.4, кака, блин. А какие эмоции? Начинается активная реакция. Я не буду сейчас выдавать наказание, потому что, в принципе, причина была. Они поссорились, поругались и... Вот, кстати, для чего нужен вип-чат. Парни, 3.4 кака за дом в ЛВ без гаража норм. Ну и, кстати, знаете, что я могу сказать? Что действительно люди помогают. То есть ему пишут, что 3 кака норм. Они пытались поговорить друг с другом, но не совсем получилось. Новая маска анонимуса или я чего-то не знаю. Возможно, это моя заменка. Держи подписчик денег, правда, лучше не МГЭШ. А если ты тоже хочешь получить денег от меня, то просто можешь ввести промокод Бурбон при регистрации. И каждому человеку, кто уведет его и придет в начальный квест на Diamond Roleplay Ember, я переведу 250 тысяч. Поэтому это неплохие деньги начала игры, можете выводить. И все подробности, как получить деньги, есть в описании. Тем временем, минус уже почти что в ЛС. Я не знаю, он пешком бежал? Я сейчас поймал себя на мысли, что, скорее всего, игрок не знает, чем заняться и просто бегает по карте. А на что анонимус не просто так бегал, он дом продает тоже? Может, все-таки это мои моды, поэтому давайте я спрошу у него. И на вопрос, у тебя сейчас на лице есть маска, он пишет нет. Он, кстати, исправился насчет МГЭ, и это клево. И не будем ему мешать, потому что он там нашел потенциального покупателя. И все-таки это оказались моды. Я так и подумал, было бы прикольно найти какого-то дикого нарушителя. По-моему, это не совсем разрешено ставить подобное, то, что вот они сделали сейчас. Но за такое нарушение, на самом деле, даже наказание выдавать не хочется. Потому что они, по большому счету, никому не мешают просто веселяться себе и так далее. Я планировал там нарушение выдать, там, может, там читы какие-нибудь, там, боты, еще что-нибудь. Это ерунда. Петий ранг стоит в строю. Кстати, довольно-таки большой строй. Правда, я только что понял, что как-то непонятно, почему в строю стоит, например, сотрудник мэрии. Там чел его по попке хлопнул, потом еще и Зигу кинул. Я не знаю, что он делает. Последний, 924-й. Возможно, мы за ним уже наблюдали, я точно не помню. А нет, Адам Рэй, это врач. Сейчас два человека борются за место в авто. А это, как я понимаю, главный Фоме Волк. Так, чуваки, кстати, у него скин Джейсона Стэйтема. Кстати, братва, да, забыл про розыгрыш почти что на 1кк. Вот человек, что получает. Мне показалось, что я действительно самый достойный, поэтому он получает 1 миллион. Если точно так же хочу брать миллион, то уже никаких цитат писать не надо. Поэтому здесь у нас уже есть свой Джейсон Стэйтем. Поэтому мы, мы все, мы отдали эту вот должность, го, ко мне, Фому. Это, как мы тоже великие цитаты великих людей. Вот так вот, просто поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал. И рандомным образом так же я выберу чувака, которому отдам миллион. Кстати, смотрите, чем они занимаются. Тут Джейсон Стэйтем. Хочет, чтобы ему Адам продал очки семейные. А, я не думаю, что они, конечно, верты продают. Потому что просто, скорее всего, из того, что у него есть випка, у него есть и семейные очки. Ну да, 367. И, скорее всего, он просто хочет их продать. Кстати, на минус пишет Джон Бурбон. У тебя дом слетел, Гэти продам под ВВ. Вот обидно, что вроде человек знает, ну фу, даже знает насчет дома. То есть, чувак знал, в каком доме я жил. Но он не знает о том, что я сделал ролик, в котором я купил себе уже новый дом. Я спрошу, откуда он знает про дом? А, то есть, он видел ролик про дом, да? Я все потерял. А почему он тогда это спрашивает? Я же купил себе дом, особняк. Обидно. И, в целом, друзья, давайте подводить итоги. Из этого ролика можно было понять то, что, во-первых, вип-игроки это обычные люди, которые также могут помогать друг другу. Они есть разных лвлов, но все же в большей степени это большие уровни. И также большинство из них присутствует в какой-либо фракции. На разных рангах они есть. Мы видели маленькие и большие. Но все же они есть во фракциях. И это просто интересная закономерность, что, наверное, игрок, который покупает себе вип-ку, он заинтересован в игре на сервере. И поэтому для разнообразия своей игры он еще и присутствует в какой-то организации. И, в целом, вы сами видели, что у них вполне себе обычная жизнь. Они не занимаются чем-то дико прям там необычным. Точно так же просто играют. Поэтому мне просто хотелось проверить, чем занимаются вип-игроки. Я это сделал. Надеюсь, что вам тоже это понравилось. И, возможно, покалось интересным. Если это так, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Также пишите комментарии. А с вами был Бурбон. Всем пока, друзья.